Здравствуйте, друзья! На связи Виктория Катыченко и... Василий Васильевич. Василий Васильевич. И мы с Василием Васильевичем будем сейчас подключать YouTube Analytics, так? Или я что-то не так сказала? Google Analytics. Будем подключать YouTube к Google Analytics. Это делается с целью... С целью, чтобы мы видели наши переходы по рекламам на YouTube. Да, кто переходит по нашим рекламам в YouTube. И чтобы мы могли анализировать и корректировать свои настройки в YouTube, там, видео и так далее. Итак, ссылочка на этот сайт будет под видео. Здесь нужно нажать «Войти», так? Да. И входим через тот аккаунт, на который мы будем регистрировать, ну, то есть, который мы хотим потом проверять. Так, нажимаем кнопочку «Регистрация». Все верно. Так, дальше. Название аккаунтов. Это здесь любое свое название. Вот, в прошлый раз я здесь заходила, мне показалась регистрация на мой аккаунт. Вернее, вход в мой аккаунт. То есть, сейчас этот шаг пропущен, но тут будет окошко, и вы должны будете ввести свой email-адрес от YouTube и пароль. И зайти сюда. Так, далее. Название аккаунта. Любой. Любой? Да. Ну, например, наш «Ви», как твой канал там назвали? Виктория Котыченко. Да. То есть, это для меня название? Да, да, это лично для тебя. Сюда то же самое. URL веб-сайта. Здесь вводишь свой YouTube. С YouTube, да. Свой юзер. Я понял. Вместе с HTPP, да? Да, 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 да. Копировать. А, так, это не надо было. Нет, нет, вместе, вместе. Вместе? Да, да. Так, далее отрасль. Выбираешь свой канал, здесь можешь любой там выбрать. Про что он. Ну, вот, например, искусство и развлечение, например. А это все равно? Все равно. Не имеет значения, да? Ну, хорошо. Далее, где ты проживаешь, там? А канал у меня, важно на... Нет, это важно для тебя, потому что ты, когда будешь выравнивать по времени, например, оно будет показывать тебе то время, которое, например, если ты там из Украины по украинскому времени, по киевскому, если там в России по московскому. Поняла. Да. Чтобы... Это как бы для тебя, чтобы легче ориентироваться. Настройки совместного использования данных. Вот, все, пусть будет, балочки. Теперь получить идентификатор отслеживания. Здесь тоже выбираешь свою страну вверху. Принимаешь соглашение. Ну, сначала было все прочитать, конечно. Обязательно я потом прочитаю. Да. Смотри, у тебя есть идентификатор отслеживания. Юэй. Где-где-где? Ниже-ниже немножко. А, вот это. Копируем его. Только его. Так, что он не хочет. Ну, давай. Куда мы его вставляем? Переходи в YouTube канал свой. Да. Заходи в менеджер видео. А, YouTube канал, канал, канал. Заходишь в канал, дополнительно. И в самый низ листа. Вот здесь идентификатор отслеживания. Не здесь, выше, 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 выше. Да, сюда. Вставляешь только вот это даю. Ну, отказывается. А я голову ломаю. Что сюда вставить надо? Да, сохранить. А вот это что? Не знаю. Это нам не нужно. Ясно. Хорошо. Курра. Все. Теперь заходим в Google Analytics. Сюда? Да. И, например, это у нас есть отчеты. Отчеты мы берем вверху. В самом-самом верху, да. Чтобы мы могли. Далее слева технологии. Внизу. И сеть. Идем на правду. Ну, в принципе, все. Здесь у нас будет дальше статистика. То есть с сегодняшнего дня с этой даты, где-то показываться статистика. То есть за прошлое время у нас не будет, потому что оно не было подключено. А вот с сегодняшнего времени у нас будет здесь все показываться. Итак, мы с вами рассмотрели, как прикрепить аналитику к своему каналу YouTube. Для того, чтобы понимать, откуда у вас идет трафик. И на этом наше видео подходит к концу. Кому оно было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И не забудьте кликнуть по рекламе возле этого видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok